Солнечная система. Исследование иных планет. Солнце — источник энергии Солнечной системы. Бурлящая поверхность звезды. Она единственная во Вселенной, на которой происходит подобное. И эта звезда — Солнце. Преисподня — источник энергии тепла и света. И без этой звезды в 150 миллионов километрах от нас на Земле не было бы жизни. Солнце — центр Солнечной системы. Вот её внешние границы, поток холодных частиц, стремящихся в сторону ближайшей к Солнцу звезде. Как и планеты за ними, всё движется вокруг Солнца. Плутон с орбитой под наклоном. Нептун и Уран с огромными сферами газа. Ещё две — Сатурн с кольцами и огромный Юпитер. Маленький красный Марс и красивая голубая Земля. Планеты с горной поверхностью. Потом Венера и, наконец, палящий Меркурий. Все они захвачены гравитационной силой Солнца. В центре Солнца — ядерный реактор. При температуре 15 миллионов градусов по Цельсию водород превращается в гелий, в постоянной цепной реакции. Когда ядро водорода плавится, чтобы образовать ядро гелия, происходит малая потеря массы. Эта материя становится энергией. Каждую секунду эта звезда теряет 4 миллиона тонны массы. Энергию, с которой Солнце будет ещё работать 5 миллиардов лет. На самом деле, Солнце не плотнее йогурта. Но его белое горячее ядро в 10 раз плотнее свинца. Энергия, исходящая из него, достигает поверхности сотни тысяч лет. Та же самая энергия, Солнечный свет, всего за 8 минут 20 секунд оходит до нас. Это свет нашей планеты. Наше органическое топливо — его запас. От Солнца зависит наша погода и наш урожай. Оно поддерживает почти все формы жизни. Если пропустить Солнечный свет через треугольную призму из стекла, мы можем многое узнать. Белый луч делится на цветовой спектр и тёмные линии. Так получен состав Солнца. 70% водорода, 28% гелия, 2% тяжёлых элементов, таких как железо. Тяжёлые элементы остались от сверхновой звезды. Смерть гигантской звезды, взрывная волна смешалась с облаком газа и пыли. Она медленно сгущалась. Потом центр взорвался, и загорелся ядерный котёл. 5 миллиардов лет назад родилось наше Солнце. Из окружающих его дисков стали формироваться планеты. Наша планета поместилась бы в Солнце миллионы раз. Оно такое большое, что занимает 99,8% Солнечной системы. Комок раскалённого газа, который держится гравитацией. Это поверхность Солнца. Жёлтая фотосфера. На глубине 500 километров тонкая оболочка газа образует солнечный свет. Реальное изображение фотосферы — пузырящиеся гранулы, каждая размером с Техас. Газ проходит через гранулы, охлаждается и снова опускается через щели на поверхности. На замедленной съёмке Солнца замечены пятна. Они появляются и исчезают за несколько дней. Одно могло бы поглотить планету. Они холоднее окружающей фотосферы, температура которой почти 6000 градусов. На тёмном центре пятна — полная тень. И всего 4000 градусов. Рядом теплее — полутень. 5300 градусов. Сравнительная холодность вызвана местным магнитным полем. Его силы подавляют потоки с горячим газом, исходящего из нижнего яруса. За 11 лет преобразований пятнистое Солнце может внезапно стать без пятен. Этот цикл непосредственно связан с огромным магнитическим полем, которое создаётся в форме петель вокруг Солнца. Примерно каждые 11 лет поле меняется, и магнитные полюса сбрасываются. Через 11 лет это снова случится. Так как Солнце неплотное, его поверхность вращается на разной скорости. На экваторе оно оборачивается за 25 дней. На полюсах — за 34. От этого путается и нарушается магнитное поле. От максимума солнечной активности до минимума на изображениях рентгена показан весь цикл. Вот всего несколько пятен на Солнце. А вот количество пятен увеличивается. Это максимум активности. И снова минимум активности. А вот её максимум. От активности поверхности в жёлтой фотосфере зависит происходящее сверху, в красной хромосфере. Внутренняя солнечная атмосфера извергает горючий газ. Вот как он вздымается в космос. Потоки газа идут вдоль магнитного поля. Извержения на сотни тысяч километров, подогреваемые снизу магнитными волнами. Когда Луна закрывает Солнце до полного затмения, корону видно невооружённым глазом. Эта разряженная внешняя атмосфера намного горячее, чем хромосфера и фотосфера под ней. И мы видим огромные потоки заряженного газа. На этих снимках со спутника отчётливо видны петли вокруг магнитных полей. Они могут быть в 30 раз больше диаметра Земли. Загадочный источник энергии у основания нагревает их до 2 миллионов градусов. Но солнечные вспышки — это самые сильные конвульсии. Одна вспышка даёт энергии в миллиард мегатонн тротила. Вот одна из самых мощных. Вот ещё одна рядом с группкой пятен. Это вызывает извержение массы корона. Её частички отлетают в космос на миллион километров. Неровности магнитного поля — скорее всего, причина вспышек и выброса массы. Между этими вспышками Солнце выпускает ровный поток разреженного газа и заряженных частиц. Солнечный ветер. Обычно он дует со скоростью 400 километров в секунду. Но во время вспышек и выброса массы он превращается в шторм. Мы его не видим, но приборы его вычислили. Солнце пульсирует с разницей в 5 минут. Причина — звуковые волны, возникшие от колебания давления глубоко внутри. Учёные составили аудиоизображение Солнца. Пульсирующие под оболочкой звуковые волны вибрируют поверхность миллионами частиц. Оно даёт жизнь на Земле, но Солнце, как все звёзды, умрёт. Через 5 миллиардов лет водород закончится. Пропадёт баланс исходящего излучения и силы гравитации. Солнце вырастет. Диаметр в 1 миллион 400 тысяч километров станет примерно в 200 раз больше. Меркурий будет поглощён. Потом Венера. Солнце не дойдёт до Земли, но наша планета обуглится, лишится океанов и жизни. Испуская потоки газа, без водорода и гелия в ядре, Солнце станет красным гигантом. Наконец, его внешние слои взорвутся и ядро обнажится. Солнце станет размером с Землю — белый карлик. Оно будет тускнуть, охлаждаться, станет чёрным карликом. Солнечная система станет холодной, тёмной и мёртвой. Меркурий, ближайшая к Солнцу орбита. На замедленной съёмке первая планета от Солнца перемещается по орбите. Маленький Меркурий ближе всего к Солнцу. Чтобы изучить Меркурий, вернёмся к ранней Солнечной системе. Облако из газа и пыли вращается вокруг рождённого Солнца. Плотный и горячий в центре, по краям он неплотный и холодный. Рядом с Солнцем сгустились мелкие частицы, легко плавящиеся тяжёлые вещества. А потом более лёгкие и холодные. Частицы стали срастаться. Огромный диск стал делиться на кольца. Повсюду столкновения и рост. Сначала они стали размером с мяч, потом с дом или с гору. А вместе с ними росла их гравитационная сила, в стороне от притяжения Солнца. Кольца в диске обретают формы, а в них образуется много планет. Так называемые планеты Земали, постоянно растущие за счёт обломков. Но пока ещё кругом хаос и формирование. Чем больше объект, тем сильнее его гравитационная сила, тем больше он растёт. Пока образуются планеты, в отдалённых местах вдоль огромных одиноких орбит образуются большие скопления газа. А на орбитах, ближе к Солнцу, плотные маленькие планеты. Обломки, оставшиеся между орбитами, сдул солнечный ветер. Вот так создалась Солнечная империя. И спустя 5 миллиардов лет Солнце всё ещё на троне. И маленький Меркурий ближе всего к нему. Меркурий, Венера, Земля и Марс — планеты с горной поверхностью, с сушей там, где больше всего тяжёлых элементов. Юпитер и его друзья-гиганты — сгустки газа, которые затвердели от лёгких элементов в холодной крайней зоне. Солнце всего в 58 миллионах километров. Меркурий обуглен и облучён, как ни одна планета. Его назвали в честь посланника богов. Почему нет? Ведь для древних Солнце было божество. Меркурий самый маленький в системе. Земля в 18 раз больше. Если сравнить в диаметре Меркурий, меньше на 4900 километров. Диаметр Земли больше 12400 километров. У них разное поведение. Земля наклоняется, Меркурий нет. Сумерки на Земле. Меркурий справа, Венера сверху. Пока они движутся по орбитам, они недостаточно высоко в небе. Меркурий увидеть труднее всего. Его едва видно на горизонте, на закате и рассвете. Под другим углом станет ясно, почему. С Земли мы видим только часть их солнечных орбит. Венера дальше от Солнца. Обходит орбиту за 225 дней. Меркурий за 88. Меркурий проходит мимо Солнца. Такое случается 13-14 раз за век. Мы это видим, потому что Меркурий, как и Венера, расположен между нами и Солнцем. 1973-й полет на Меркурий. Ракета Маринер-10. Используя притяжение Венеры как толчок к Меркурию, этот корабль первым использовал гравитацию. Теперь это обычная практика. Через два месяца Маринер обошел Меркурий на расстояние 700 километров. Всего было три таких полета. Результат — отличные фотографии. Вот свидетельство ранней Солнечной системы. Падены и выступы повсюду на этой бесплодной планете. Сверху справа — кратер Зола. Остаток настолько сильного удара, что отскочившие обломки сделали эти мини-кратеры. Эти кратеры могли бы украсить нашу Луну. Еще одну пустыню. Сверху слева — следы лучевого кратера. Это остаток более старого рельефа. На Меркурии есть бассейны и более ровные районы, как этот. Это более молодая поверхность, образованная в эпоху вулканов, когда текла лава. Большие трещины говорят о том, что кора холодная и ссохлась. На Меркурии поразительный календарь. Его день от восхода до восхода в два раза длиннее, чем год. Видите, как медленно вращается Меркурий, пока огибает Солнце? Следите за стрелкой. На одной орбите он поворачивается всего на полтора раза. Для сравнения, Земля вращается 365 раз. В результате, день на Меркурии равен 176 дням на Земле. Год на Меркурии — 88 дней на Земле. Дальше еще более странно. С поверхности Меркурия во время его длинного дня Солнце уменьшается в небе. Но дело вовсе не в Солнце. Просто Меркурий меняет расстояние от Солнца. У Меркурия эллиптическая орбита. От нее происходит еще более странный эффект. Каждый раз, когда она ближе к Солнцу, скорость Меркурия увеличивается. Потом уменьшается. Из-за этого на планете два восхода. Такое происходит только, когда Меркурий ближе всего к Солнцу. В начале его истории Меркурий, возможно, ударил большой планетой Земаль. Такой удар мог отбить внешнюю оболочку планеты. Это объясняет относительно размера огромное железное ядро Меркурия. Оно 70% объема, в два раза больше, чем на других сухопутных планетах. А в том, что произошло здесь, сомнений нет. Кольца гор, устремившихся налево, — это одна сторона огромного бассейна Калорис. Причина — другой планеты Земаль. Четыре миллиарда лет назад он образовал кратер шириной 1300 километров, позже разделившегося на более мелкие. Бассейн, возможно, заполнила лава. Вот гористая поверхность Калорис. Лавовые равнины по другую сторону. Вулканическая активность длилась миллиард лет. Но последние три миллиарда тут затишье. Лавовые равнины окружают бассейн Калорис. Калорис означает «жара». Отличное название. Бассейн — самая горячая область Меркурия. Днем температура достигает здесь 250 градусов по Цельсию. По ночам температура падает до минус 180. На изображении радара виден постоянный лёд на Меркурии. Радиотелескопы в США и здесь, в Пуэрто-Рико, уловили этот парадокс. Если это правда, лёд мог сохраниться на Меркурии в глубоких кратерах на полюсах. Там, вечно в тени Солнца, могут быть ледяные отложения комет. В основном мы знаем о Меркурии от Маринера-10, с 70-х. Не изучено больше половины планеты. Вот сколько ещё нужно сделать фотографий. Планируются новые полёты. Это Беппи Коломбо. Станцию запустит Европейское космическое агентство, как и Маринер. Она полетит через Венеру. Столько ещё неизвестно о Меркурии, о его тонкой атмосфере из гелия, об удивительно сильном магнитном поле. Американцы планируют полёт на этом корабле, чтобы узнать, что произошло с этой планетой. Поверхность Меркурия — история нашей Солнечной системы с древнейших времён. Венера — планета из ада. Миллиарды лет назад это могла быть Венера, планета океанов с растущей микробной жизнью. Сегодня реальность такова — безжизненный мир с плотной удушающей атмосферой и температурой плавящей свинец. Венера — это погибшая Земля. Эффект полного вымирания. Планета изменилась, когда потоки лавы изверглись из неё и покрыли собой всё. Венера — всегда покрытая облаками. Вторая планета от Солнца. Её орбита на расстоянии 108 миллионов километров с диаметром всего более 12 тысяч километров. Венера почти размером с Землю. Точно она её близнец. Но редко близнецы так не похожи. Земля с ясным лицом и темпераментом, а Венера — это ад, и облака обходят её всего за четыре дня. С Земли Венера далеко не самая яркая планета. На телескопе из-за облаков не видно всех подробностей. Но интересно, на Венере есть фаза, как на Луне. Она ближе всего к Земле и выступает в форме полумесяца. Он растёт, когда Венера отдаляется. И когда она постепенно растёт, то похоже, что при отдалении Венера уменьшается. Для наблюдателей с Земли Венера находится над Меркурием. Их орбиты оставляют их близко к горизонту. Но Венера не пропадает. Большая и яркая. Её видно сразу после заката и после рассвета. Немного назад. Теперь понятна такая близость к горизонту. У Венеры и Меркурия орбиты близко к Солнцу. Венера на орбите снаружи обходит вокруг Солнца за 225 дней. И довольно часто можно видеть, как Венера пересекает Солнце. В 1769-м на борту корабля «Эндевор» путешественник Джеймс Кук плыл к Тихому океану, чтобы увидеть этот переход в Таити. Наблюдения шли в рост с измерениями, взятыми до этого. Простой тригонометрией вычислили расстояние от Земли до Солнца. Но Кук заложил начало измерению Вселенной. В измерении космоса расстояние от Земли до Солнца — ключевой момент. Сегодня пересечение Венеры — просто зрелище. Оно происходит примерно пару раз за век. Венера названа в честь богини любви и красоты. Это остается загадкой. По этому поводу не утихали спора, пока не заглянули под ее облака. Кто-то думал, что на планете одни болота, и экзотичные растения растут из трясины. Другие думали, что там пустынь, сухая, скалистая, выжженная. По другой версии, Венера была покрыта содовыми океанами, испаряющими диоксид углерода в облака. Как часто бывает, факты превзошли вымысель. В 1961-м с помощью радара посмотрели на Венеру. Из Голдстоуна, Калифорния, были получены сигналы из-под облаков Венеры. В первый раз мы получили эхо с другой планеты. И мы узнали, что Венера вращается невероятно медленно и в противоположном направлении от Земли. Причина? Возможно, гигантский планета Земаль ударил Венеру, изменил ее поверхность и даже сорвал ее. В 1970-м Советский Союз запустил туда станцию. Вот фотографии. С поверхности, куда Солнце никогда не проникает. Грубые ландшафты усеяны останками вулканических пород. Условия столь неблагоприятные, что станция обтрепалась за несколько минут. Атмосфера похожа на суп, в 90 раз плотнее, чем на Земле. Она покрывает планету, блокирует жару. 475 градусов по Цельсию. Венера — самая горячая планета. Потом американцы изучили Венеру радиолокатором. Кругом волнистые равнины, голубой цвет и два горных района или континента — красный и желтый. Потом при помощи бокового радара русские изучили северное полушарие. И это был прорыв. Вот это изображение, созданное на компьютере в 80-х. Это район Иштар-Терра, горы размером с Австралию. К началу 90-х более мощный радар на американской станции Магеллан отсканировал Венеру, как никогда раньше. Отображено почти 99% поверхности. Здесь без облаков видно ее медленное вращение. Венера оборачивается всего раз за 243 дня, а Земля — за один день. Отображение завершено. Реагируя на толчки, Магеллан стал измерять крошечные колебания в гравитационной тяге. Вот что под поверхностью. Красный и желтый означают высокую плотность, голубой — низкую. Когда составили топографическую карту, то почти все точно совпало. Иными словами, у гор притяжение больше, чем у равнин. Благодаря Магеллану мы разглядели планету. Сначала в самой высокой точке, на континенте Иштар-Терра, потом на юге, в сторону большого горного района, Терра-Афродита, континент размером с Африку. Тут преувеличены высоты и угаданы цвета, но это, тем не менее, четкие рельефы через огромные каньоны южных гор. Казмата. К востоку, все еще на Терра-Афродита, огромная вулканическая равнина. И здесь Мат Монс, мощный вулкан, выступает на 5 километров над ровной поверхностью вокруг. И особенность Венеры — вот такие кольца. Их сотни. Возможно, возникли от горячей магмы, которая пыталась пробиться через кору. Венера — самая вулканическая планета в Солнечной системе. Три больших кратера. Они не так часто на Венере, как на Меркурии или Луне, потому что лава постоянно выходит наружу. И потом, при нагревании плотной атмосферы, маленькие выбросы сгорают, а большие становятся меньше. За горными грядами группа блинчатых выпуклостей. Каждая 25 километров в ширину и 750 метров в высоту. Это, возможно, выбросы лавы, подавленные весом атмосферы. Венера извергается примерно миллиарды лет. Серные пары добавляются к токсичной атмосфере. Лава ложится пластами. Возможно, это происходит и сегодня. Магеллан обнаружил группу щитовых вулканов. Их лава покрывает до 85% поверхности. В понятиях планеты — это молодой пейзаж. Примерный возраст — полмиллиарда лет. Что же случилось с Венерой? Вулканическая активность медленно выпустила лаву? Или глобальная катастрофа полностью изменила поверхность полмиллиарда лет назад? Это анимация, так как снимки русских до сих пор единственное изображение поверхности. В горючей атмосфере, состоящей на 96% из диоксида углерода, трудно представить, что человек приземлится сквозь эти облака. Как и Земля, она далеко от Солнца, чтобы обгореть. Четыре миллиарда лет назад на Венере могли быть океаны, континенты и простая жизнь. Но молодая планета была опасно близка к Солнцу. Земля в центре обитаемой зоны. Венера на самом ее краю. И пока Солнце взрослело, его излучение росло. Венера нагревалась. Океаны могли испариться досухо и превратить Венеру в удушающий вечно горящий парник. Земля потеряла своего близнеца. Земля. Наш дом. Взгляните на Землю из космоса. Никаких признаков жизни. Вот какая красивая наша планета. Симфония цвета и формы. Некоторые цвета фальшивые, чтобы придать геологический контраст. Но где мы? Присмотритесь. Вот дело рук человечества. Город Бостон. Аэропорт и пристань. Северо-восточное побережье Америки. Но чуть выше и уже непонятно. Отсюда кто разберет, что Земля – дом для 6 миллиардов человек? Ее название – Земля, но две трети ее поверхности – вода. Только сравните этот пейзаж с пустынями соседних планет. Наши океаны полны жизни. Простейшие, возможно, появились здесь первыми. Через миллиарды лет у них появились легкие и конечности. Они перебрались на берег. Сегодня населены 6 континентов. И только один вид доминирует над всеми – гомо-сапиенс. Через 11 тысяч лет после последнего ледникового периода мы развили сельское хозяйство. Им занимаются немногие. Другие – это основа цивилизации. Другие могут быть художниками, учителями, учеными. Не только фермеры изменили пейзаж, но и города тоже. Вот выбросы в озеро Мичиган в Чикаго. Как ни один другой вид мы изменили окружающую среду и охотно уничтожили невозобновляемые ресурсы. Обращаясь за один день, Земля обходит орбиту вокруг Солнца за год на расстоянии 150 миллионов километров. Земля – самая большая планета в системе. Третья от Солнца и первая от Луны. На вид немного толще фанеры. Верхняя оболочка Земли – кора. Она толще на континентах. Достигает 80 километров, но всего 10 под океанами. Под ней горячая мантия – смесь частично расплавленного и цельного камня. Дальше внешняя часть ядра, а под ней твёрдое ядро – медленно вращающийся центр из железа и никеля. Это вращение под внешней частью ядра предположительно создаёт наше магнитное поле. В северном полушарии северный магнитный полюс на самом деле южный. Он показывает северный полюс на компасе, но не всегда. Каждые несколько сотен тысяч лет полюса меняются, и никто не знает почему. Вулканические извержения говорят о горячих глубинах Земли. Через дыры в горе лава выпускает жар, исходящий от ядра, и она медленно твердеет. Хора Земли, как битая скорлупа яйца, трещина границы огромных плато, и там, где они взаимодействуют, происходят землетрясения и вулканы. Но самое большое последствие – движение континентов. Перемещаясь на частично расплавленном пласте верхней части мантии, вот так плато изменили карту Земли за последние полмиллиарда лет. Когда плато сталкиваются, растут горные цепи, как в Альпах, где Италия стала Европой, или Гималая, где индийский полуконтинент столкнулся с Азией. А там, где плато разошлись, образовались огромные трещины, как здесь, на рифовой равнине Мертвого моря. Землетрясения и вулканы – результат толчков плато. Они перемещаются от 1 до 10 сантиметров в год. И этот процесс продолжается, в океанах или высоких горах. Из четырех внутренних планет в Солнечной системе Земля вращается быстрее всего, благодаря этому у нас есть день и ночь. При этом кажется, что Солнце движется по небу. Но оно не движется. Эта Земля вращается вокруг своей оси. 24-часовой цикл влияет на погоду. При этом под разным углом Солнце греет или нет. Если бы наша планета имела вертикальную ось, то длина дня и ночи всегда была бы одинаковой на экваторе, севере, юге или в тропиках. Но Земля наклонена на 23 градуса. От этого длина дня и ночи меняется в течение года. Вращаясь вокруг Солнца, угол, под которым оно светит на нас, каждый день немного меняется. Так меняются сезоны. Здесь, пока Северное полушарие отвернулось от Солнца, зима. Дни короткие, ночи длинные. Через полгода, когда Север повернется к Солнцу, наступит лето. Дни будут длиннее, ночи короче, а в южном полушарии все будет наоборот. Чаще всего погода зависит от простого фактора. Появляется горячий воздух. И именно Солнце влияет на это. Пока оно греет океаны, возникает испарение. Воздух вместе с испарениями воды поднимается, потом охлаждается выше в атмосфере и образует облака. И этот воздух с облаками понижает давление. А ясное, чистое небо повышает давление. Воздух с высоким давлением движется к воздуху с низким. Так образуются ветра вокруг нашей планеты. Около экватора, где больше всего светит Солнце, много облаков с испарениями формируются высоко в атмосфере. Вот их фотографии из космоса. Грозы и проливные дожди проходят в тропиках. И там повсюду влажные джунгли. Под влиянием яркого Солнца из тропиков идут сильные вихри, циклоны и тайфуны. А это ураган в США. Он несет разрушительную силу. Вот как делается погода. На экваторе, где палящее Солнце и испарение, давление низкое. На полюсах, где Солнце светит слабо и воздух ниже, давление высокое. Между ними, в северном полушарии, воздух ниже к северу от тропиков. Но он поднимается к северу во влажно-температурных регионах. Так образуются три места циркуляции воздуха. В итоге в Африке густой лес под облачным акватором и пустыня в Ясной Сахаре. Европа облачная и влажная. А это пыльная буря идет в Атлантику. Справа бескрайняя Сахара, которая и создала эту зону с высоким давлением. В Европе облака идут с океаном. Побережье Атлантики особенно влажное. Оно меняется в этой зоне низкого давления. В зонах высокого давления на полюсе относительно холодно и сухо. Солнце бывает на разном расстоянии от Земли. Наша почти круглая орбита иногда скорее как эллипс. Но изменения медленные. Цикл длится примерно 400 тысяч лет. А этот эффект качания осевого наклона происходит каждые 26 тысяч лет. Это изменение наклона от 22 до 24 градусов случается каждые 41 тысячу лет. Многие ученые считают, что эти эффекты из-за ледниковых периодов. Последний раз такое было 11 тысяч лет назад после перерыва в 90 тысяч лет. Это не голливудская фантазия, что Земля пострадает от ледникового периода. Наш мир очень шаток. Наши города, засеянные поля, лишь царапинки на хрупкой планете. Земля — удачное место. Мы дышим воздухом, потому что растения вокруг производят кислород. Они возникли благодаря воде и разумному расстоянию Земли от Солнца. Эта планета — благодатное место, а в рамках космоса — ненадежное. Луна — наш товарищ в космосе. Вот такой удар мог произойти на Луне. Когда Земле было 50 миллионов лет, её, возможно, ударил объект размером с Марс. И эта теория вполне вероятна. Столкновение было касательным. Через два дня этот же объект вернулся. Вот такой двойной удар. Земле не повезло, но оставшиеся обломки могли легко образовать на орбите Луну. Скорее всего, нашей планете повезло при этом больше. И через год или два обугленная Луна стала вращаться вокруг обугленной Земли. В 20 раз ближе, чем сегодня. Луна ярко светила в небе над Землей. Между ними двумя была сильная гравитационная тяга. Но, что более важно, вращение Луны стало зависимым. За одно вращение Земли Луна вращается один раз вокруг своей оси. Иными словами, Луна всегда повернута одной стороной к Земле. И вот эта сторона. С Земли мы никогда не видим другую сторону. Нашей соседки по космосу. Младше Земли по возрасту. Диаметр Луны 3500 километров. Это одна четверть диаметра Земли. На расстоянии примерно 384 тысячи километров Луна обходит вокруг Земли за 27,1 дней. И при этом Луна все время меняется. Мы это называем фазами Луны. Чтобы в них разобраться, нужно изучить Землю и Луну из космоса. Солнце светит справа, так что половина Луны всегда освещена. Она отражает свет, так как Луна сама по себе не светится. Но на Земле, пока Луна вращается на своей орбите, мы видим разное количество этой освещенной половины. Когда видна только темная сторона, это месяц. Когда мы видим всю сторону, это полнолуние. Запомните, тень возникает из-за Луны, а не Земли. Для многих Луна остается загадкой. Что, например, эти темные пятна, так называемые моря? Вот это Маре Хуморум, море Юмора. А это большой залив, входящий в море душ. Маре Имбриум. Здесь, с северного края Маре Имбриум, видно темный кратер, плато. И справа от него долину Альпин. Маре Имбриум — темное пятно справа. Контрастируя со светлыми возвышенностями, оно шириной в 1300 километров. Но моря не океан. Это бассейны, возникшие от ударов. А этот большой удар образовал Маре Ориентали. После удара лава вышла изнутри и застыла в море из темного камня. Маре. Подобные большие удары закончились 3 миллиарда 900 миллионов лет назад. Примерно через миллиард лет прекратилась и вулканическая активность, когда Луна охладилась изнутри. Но небольшие удары продолжали испещрять поверхность Луны. Образовались кратеры. Это кратер Коперникус. А вот целый кратер. Клавиус с маленькими кратерами внутри. Весь ландшафт Луны создан такими ударами. Ни вода, ни ветер не деформирует их, и атмосфера никак на них не влияет. Все, что меняет старые кратеры, это новые кратеры. Новые кратеры окружены всплесками светлого оттенка, как этот. Точно камешек упал в грязь. Лучевые кратеры – самые яркие места на Луне. Вдоль каймы бассейна от большого удара растянулись горы. Это апенины. На Луне есть трещины, ущелья, извилистые борозды, как это, каналы, где когда-то текла лава. С массой в 81 раз больше, наша планета намного старше, чем Луна. Гравитация Луны – одна шестая гравитация Земли. Вот приземление астронавтов с Аполло-12, которое произошло 30 лет назад. Там нет сопротивления воздуха. Вот молоток и перо упали одновременно. На этой прекрасной пустоши, как сказал один астронавт, температура может достигать 120 градусов Цельсия днём и минус 160 ночью. Астронавты стали геологами при приземлении. Экипаж Аполло-6 собирал камни и почву. Общий вес составил 380 килограммов. Чтобы ускорить процесс и расширить площадь изучения, были использованы луноходы при последних трёх приземлениях. Там теперь не только следы человека. Последние образцы привезли в 1972-м. Анализ показал, что это либо сухие вулканические останки, либо останки от ударов, похожие на камни верхней части мантии. В конце каждого полёта посадочный модуль тормозил олунную поверхность. Луна звенела, как колокол. Такой звук издаёт камень при измельчении под поверхностью. Возможно, внутри луна твёрдая. Её ядро металлическое. Но ядро намного меньше, чем предполагалось. Одна пятая от диаметра Луны. Для сравнения, ядро Земли больше половины ширины нашей планеты. Несоответствие говорит о разном происхождении. Это подтверждает версию о том, что Луна произошла от удара о Землю. Когда она образовалась, Луна была на расстоянии 22 500 километров от Земли. Сегодня она почти в 20 раз дальше и всё ещё отдаляется. Это известно благодаря лазерному измерителю. Астронавты Аполло оставили отражатели на Луне. С этого прибора в Техасе учёные с точностью могут измерить расстояние до рефлекторов, отражающих лазер. Так можно узнать расстояние до Луны до сантиметра. Сейчас она примерно на расстоянии 384 тысяч километров от нас. И она отдаляется на 3 сантиметра в год. Причина — приливы и отливы. Это влияние силы притяжения Луны на наш океан. Хотя Солнце тоже немного влияет. Луна, изображённая здесь, может вызвать прилив всего лишь за 6 часов и отлив за это же время. Два раза в день на Земле возникают приливы и отливы под влиянием Луны на океаны. Они вздымаются по обоим сторонам Земли и идут впереди Луны, так как Земля вращается быстрее. Но приливы и отливы уменьшают её вращение. И наши дни становятся тем длиннее, чем дальше друг от друга Луна и Земля. От Луны есть и другой эффект. Она уравновешивает Землю. Предположим, Луна не станет. Земля станет вертеться. Луна больше не станет притягивать Землю за экватор. Осевая стабильность пропадёт. Миллионы лет Земля будет хаотично болтаться, кренится от нуля до 85 градусов. И наш климат изменится. Можно себе представить этот кошмар. Лёд переместится на экватор. В первую половину года лёд будет двигаться к южному полушарию. А через 6 месяцев обледенеет северное полушарие. Солнце будет светить постоянно на юге. Таким может стать Египет. В Сахаре будут дуть снежные метели. Антарктика станет пустыней. Скажете, это похоже на научную фантастику, но это не так. Потому что через миллиард лет, когда Луна совсем отдалится, так и произойдёт. Марс. Красная планета. Гора Олимп в три раза выше Эвереста. Гора Олимп в 50 раз больше, чем Мауна-Лоа, самый большой вулкан на Земле. Олимп — самый большой вулкан в Солнечной системе. Только эти скалы, высотой 6 километров. Гора Олимп возвышается над окружающим пейзажем на 25 километров. Его основание по площади равно штату Колорадо. Это Красная планета. И несмотря на цепь огромных вулканов на востоке, главной достопримечательностью остаётся гора Олимп. Вот такой Марс. А вот погодные условия. От минус 100 градусов по Цельсию до восхода. По утрам там морозно и туманно. Небо розовое, с марсианской пылью. Ветра слабые, меняющиеся. В полдень ясно и солнечно. Поздним днём уже начинает холодать. И как только наступает закат, появляются ледяные облака, и температура падает. Марс находится на расстоянии 228 миллионов километров от Солнца. Четвёртый по порядку обходит вокруг Солнца за 687 дней. Год на Марсе почти в два раза длиннее, чем на Земле. С диаметром меньше, чем 6800 километров, Марс немного больше, чем половина Земли, с массой 1,9 от массы Земли. У обоих одинаковый наклон и скорость вращения. Для нас день на Марсе длится привычно — 24,5 часа. Марс — это мир, который ещё стоит изучить. Что мы и делаем. На севере Марса — лавовые равнины, более молодая поверхность. На юге — более неровная поверхность, сильно испещрённая кратерами от старых ударов. Это огромная царапина большой ущелья морской долины. По ширине она равняется США, от одного берега до другого. Самый большой геологический разрыв в Солнечной системе. Приблизившись с юга, повернём назад, чтобы рассмотреть долину поближе. При глубине максимум 7 километров и 6 километров в ширину это самый большой из существующих каньонов. К востоку от долины простираются горные хребты и три вулкана. Первый — вулкан Арсия. За ним — вулкан Павлина. И, наконец, Аскерийский, с высотой больше 20 километров. Этот аппарат — марсианский топограф. Он изменил наше убеждение насчёт Марса. Посылая пульсирующие лазерные сигналы на поверхность, он зафиксировал контуры Марса. Здесь, в иных цветах, красный и белый означают горы, а равнины — зелёные и голубые. Синий цвет означает самые глубокие места. Такие впадины — результат очень сильного удара. Хеллос. Его глубина достигает 5 километров. А те белые точки — гора Олимп и три вулкана Тарсис. Сегодня для воды слишком холодно на Марсе, но, возможно, она была до этих гор. Поднявшись из глубин, горячая магма могла растопить лёд над поверхностью, и большое количество воды затопило всё вокруг. Под пеплом и лавой к востоку от Тарсиса топограф обнаружил древнейший водный канал. Вот он, голубой. На Марсе полно свидетельств воды. Размыв от больших течений. Углубления в окружающей его долине. Этот канал шириной 3 километра. Сегодня эта планета засухи. Но, может, раньше Марс был теплее, с водой. Огромное море, Северный океан, мог покрывать большую часть северного полушария. Может, из-за глобального смещения пластов вулканические газы уплотнили атмосферу, повышая испарение. Мог даже идти дождь. Когда извержения расплавили лёд над поверхностью, Марс могло затопить водой. Эти сложенные камни — останки дна озера или моря? А если так, почему вода исчезла? Может, из-за вулканического простоя извержения больше не пополняли атмосферу, и она утекла в космос из-за сильного притяжения. Моря высохли. Остатки воды замёрзли под поверхностью. Эти маленькие вулканические холмы меньше километров ширину. Ещё одна зацепка водного прошлого. Мы видим подобное на Земле. Геотермальные источники прорываются через вязкую воду. Сегодня Марс — холодная пустошь. Единственная видимая вода — лёд на полюсе. Он уменьшается летом. Это вершина льда. Зимой его больше. Ледник на севере немного темнее, потому что когда он растёт, в атмосфере больше пыли. Пять километров глубиной. Учёные предсказали, если оба ледника растают, вся планета окажется под водой на 10 метров. Эллиптическая орбита Марса влияет на его сезоны. На севере, когда Солнце ближе всего, зима короткая и мягкая. Лето, когда Солнце дальше всего, длинное и прохладное. На севере — умеренный климат. На юге он более резкий. Когда Солнце дальше всего, южные зимы длинные и очень холодные. Южное лето короткое и относительно тёплое, когда Солнце ближе всего. В основном Марс — грязная пустыня, красная из-за оксида железа. Вот следы песчаных бурь, вихри из мелких частиц, которые даже меньше, чем тальк. Большие бури могут длиться недели и покрыть планету. То, как от этого зависит жизнь, следы воды на Марсе стали вопросом обсуждений. Здесь канавки спадают вниз со склона долины. А это недавние следы, возможно, от недолгих потоков, сошедших из-под слоя камня под вершиной скалы. Для изучения вопроса американскую станцию Марс «Одиссей» запустили на орбиту Марса. Задачей было отсканировать планету в поисках замёрзшей воды под поверхностью Марса. Под воздействием лучей из космоса поверхность дала лучи гамма и нейтроны. Они говорят об элементах под поверхностью. Если это водород, то там есть вода, которая заперта в виде льда. Найденный водород здесь в синем цвете. Марс «Одиссей» обнаружил огромные резервуары воды под поверхностью, особенно на полюсах. 2003 год стал прорывом в изучении Марса. Европейская станция Марс-Экспресс приземлила аппарат «Бигл-2», но при посадке был потерян контакт. И всё равно Марс-Экспресс продолжал изучение с орбиты, со стерео с высокоразрешающей способностью. Плато высотой 3000 метров, кратер 55 километров шириной, снимок вершины вулкана. И снова при помощи Марс-Экспресс американцы удачно приземлили «Спирит», уже второй марсоход. С виду непримечательно, но это настоящая поверхность Марса. Неужели тут была вода? Если так, была ли там жизнь? Через 68 дней «Спирит» доехал до этого кратера шириной 200 метров, каменистый, песчаный с ветрами. Через три недели на другой стороне Марса модуль «Опотъюнити» приземлился на этом кратере. Это был успех. На этот раз «Опотъюнити» подтвердил, что там раньше была вода. И в этом кратере модуль нашёл тёмный камень, который мог рассказать о далёком прошлом. Марсоходы сработали хорошо, но понадобились новые машины, более современные и мобильные. Нам нужны образцы с Марса на Земле. Когда-нибудь, конечно, они у нас будут. И мы узнаем о планете Бога войны больше. Автор текста Исполнительный продюсер Дэвид Тейлор Продюсеры Андреа Боскан Джейн Клек Джон Мэйсон Ники Вудхаус Композитор Эрни Вуд Фильм спродюсирован компанией York Films of England Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»